Друзья, добрый день. За последние пять лет инфляция в России выросла почти что в два раза. Многих это беспокоит. Давайте поговорим про инфляцию. Мои личные ожидания, что будет с инфляцией в России, что влияет на инфляцию в России, как управляет инфляцией в России, через что управляет инфляцией в России и какие инструменты позволяют заработать на том, что Центральный банк управляет этим процессом, через какие инструменты он это делает. И нам, простому человеку, физическому лицу, находящемуся на территории России, как здесь не крошки с барского стола собирать в виде краткосрочных банковских депозитов с высокой процентной ставкой, а все-таки пристроиться на уголок этого стола и, в принципе, на равных зарабатывать, как зарабатывают банки в процессе наблюдения над денежно-кредитной политикой Центрального банка. Итак, поехали. Когда люди говорят, что действия Центрального банка поднимут инфляцию, здесь опять нужно понимать, какова логика рассуждения у человека. Если Центральный банк определил ключевую ставку 16%, и это стоимость денег в экономике, предпринимателю неоткуда взять деньги, кроме как из прибыли. Если предприниматель покупает финансовые ресурсы в свой бизнес, то он как минимум 16% должен платить. Даже не 16%, потому что он напрямую в ЦБ не может взять деньги, соответственно, он может взять эти деньги только у коммерческого банка. А коммерческий банк прикрутит еще премию за риск, свою маржу. И таким образом получается, что предприниматель покупает по 20-25. То есть предпринимателю надо в своем бизнесе сделать что-то такое, чтобы, соответственно, у него его маржинальность, его объем продаж, объем продаж он увеличить не может. Не знаю, ларек какой-то, да? Вот он сколько продавал на своей территории, столько продает. Но при этом ему нужно пополнить оборотные средства, за что банк берет 25%. Где предпринимателю взять эти 25%? Изменить ценник на 25%. И здесь вопрос в том, что если он по-прежнему будет иметь тот же самый мой объем продаж, цена изменилась, инфляция изменилась. И получается, когда люди считают, что действия центрального банка приведут к тому, что инфляция будет расти, они это смотрят через вот эту вот парадигму, да? Что высокий процент стоимости денег в экономике приведет к тому, что эти проценты будут переложены на потребителя, что повысится цены на товары и услуги. А есть еще же логистическая цепочка, да? То есть вот производителя к поставщику, к покупателю непосредственно. И на каждом этапе есть стоимость денег. Логисту ему нужно закупить автотранспорт. Автотранспорт он берет лизинг. Лизинг стоимость денег в ЦБ. Будьте любезны, обеспечьте. Повышается лизинг, соответственно, человек, который берет, коммерсант, да? Он должен товары и услуги. И все это хорошо, и это приведет к росту инфляции при условии, что потребитель будет покупать тот же объем товаров, но уже по выросшей цене. Потому что если цена на товар, например, вырастет у потребителя денег, нет, что тогда никто не купит, и значит цена не вырастет. Потому что тот же самый частный предприниматель, который повысил цену в надежде окупить стоимость обслуживания кредита, он столкнется с тем, что у покупателя нет денег, чтобы заплатить на 25% больше. Если у него нет, он, соответственно, что ему нужно будет делать? Ну окей, я маржи не имею, мне кредит все равно нужно отдавать. И он снизит цену, или, по крайней мере, будет не так сильно ее повышать. И поэтому получается, что когда говорят, что действия ЦБ, связанные с повышением процентной ставки, приведут к тому, что разгонится инфляция, нужно понимать, что тогда должен быть покупательский спрос, который удовлетворит. А что у нас со спросом в этот же самый промежуток времени происходит? А у нас происходит следующее, что ставка центрального банка 16%, что ставки по банковским депозитам 15-16%. И люди такие, а зачем мне покупать, я положу деньги на депозит. Начинается стерилизация денежной массы избыточной. Более продвинутые ребята, которые подписаны на канал MaxCapital, и которые смотрят вот это вот видео, в частности, связанное с облигациями, вообще покупают облигации и для себя фиксируют высокую норму прибыли на следующие 3 года. Соответственно, что? Денежная масса, которая даже появляется, она начинает стерилизоваться привлекательной доходностью облигаций, привлекательной доходностью компаний-экспортеров, дивидендной доходностью банков, которые много начинают на этом зарабатывать, которые тоже являются операторами рынка облигаций. И поэтому, получается, она начинает стерилизоваться. Единственной причиной для высокой инфляции, если уж мы так глобально смотрим, что может стать? Может стать резкий рост курса доллара, потому что закупка импортных товаров все равно будет в долларах. Через юлани, через дирхамы, через рупии, еще через что-то, через кросс-курсы, через дополнительных просредников, через увеличение стоимости комиссии за все эти транзакции. То есть, если человек закупает автомобиль, условно, цена закупки автомобиля 50 тысяч долларов, а доллар стоит 200 рублей, то у него закупка будет 10 миллионов. И он не будет за 8 миллионов продавать в России. И поэтому, получается, что да, будут держать и не будут снижать цену абсолютно. И вот тогда это может привести к инфляции. У нас возникает вопрос, а будет ли это при высоких пока что ценах на нефть, при таких процентных ставках со стороны Центрального банка, доходности банковских депозитов, и то, что у нас ликвидность стерилизуется как таковая. Поэтому я бы не говорил, что у нас есть значительный риск разгона инфляции. В конечном счете есть геополитика, есть санкции, насколько будут ужесточать контроли над исполнением этих санкций, потому что здесь есть определенные риски. Как дальше будут развиваться спецоперации, сколько еще государство будет тратить. Вводных очень много. Но если говорить про базовый сценарий, я не говорил бы о том, что нам стоит ждать продолжение высокой инфляции. Скорее всего, это стабилизация и постепенное снижение. Если это были снизу ставку, то инфляция уменьшится. Центральный банк управляет инфляцией, повышая процентную ставку, когда прогнозируется рост инфляции, то есть желательно опережающими темпами. И наоборот, соответственно, когда инфляция уже замедлилась, или идет тенденция к ее замедлению, и эта тенденция становится явной. Потому что есть сами цены, ну то есть индикатор цен, сколько есть, и есть инфляционные ожидания. Вот для Центрального банка, для него самое, наиболее, наверное, важным показателем является не столько реальные цифры цен, сколько ожидания. Что значит ожидания? Человек покупал яйца, не знаю, десяток, по 80 рублей. Приходит на следующий месяц, покупает их по 90 рублей. Еще через месяц, я не знаю, покупает по 100 рублей. И у него начинают расти ожидания, да, что, блин, нифига себе, а что это такое, а если и дальше это продлится? Начинают покупать эти яйца впрок. Я вообще примитивный пример. Инфляционные ожидания действуют таким образом, что если у них, они находятся на высоком уровне, инфляционные ожидания, когда народ ждет, что цены вырастут, то они, соответственно, начинают покупать впрок. Туалетную бумагу, гречку, товары первой необходимости. В итоге начинают заработать рыночные законы спроса и предложения. Гречи на полках нету. Человек, который вообще думать не думал про эту гречу, вдруг ему жена пишет, купи гречку. Он приходит в магазин, нет гречки. Он начинает судорожно бегать, искать, где эта гречка есть, а она осталась только там в дорогих магазинах по космической цене. Он такой, нифига себе, гречку все смели. И начинает искать, где ее купить много сразу, даже задорого. Инфляция сама по себе не так страшна, сколько важно контроль вот этих инфляционных ожиданий. Что население думает по поводу инфляции? Получается, вот они эти инфляционные ожидания и приводят к росту цены. Возникает ажиотаж, возникает разрыв в логистических цепочках. Не могут поставить, да? А люди начинают паниковать. Начинается ажиотаж, и цена начинает еще больше расти. И вот этого достаточно сложно сбить. Особенно, когда там через структуру центрального банка еще попадают вновь напечатанные деньги в экономику. Когда у нас увеличиваются государственные расходы, когда центральный банк подпечатывает деньги, они идут в оборонную промышленность, они не идут в реальный сектор, они не идут в товары народного потребления, они не идут в развитие производства, да? То есть они все идут на оборонку. В оборонке они все равно там выплачиваются в форме зарплаты, расплачиваются с материалами, которые делаются, да? То есть начинают по экономике распространяться. И денежная масса начинает в экономике разливаться, денежная масса увеличивается. А количество произведенных товаров не растет. И это да, это импульс к тому, чтобы разгонялась инфляция, один из рисков, которые обязательно нужно упомянуть. Но опять-таки сейчас пока что стерилизует эту благополучную высокая процентная ставка со стороны центрального банка. Когда вот эта вот избыточная денежная масса начинает в экономику попадать, люди пока все-таки говорят, ну зачем тратить, лучше положу деньги на банковский депозит под 16-15% или куплю облигации. Говоря про инфляцию, сейчас нет каких-то таких критических историй, чтобы она там и дальше оставалась на высоких значениях. Постепенно цены будут расти в любой экономике, основанной на кредите, это неизбежно. Но ожидать каких-то галлопирующих темпов, особенно в России, я бы пока не стал. Непростая картина, связанная с большим фактором неопределенности, с большим количеством факторов, которые влияют на курс рубля, которые влияют на цены в России, которые влияют на то, что государство тратит достаточно много. И вот в этой попытке еще и Центрального банка все это стабилизировать, как-то контролировать, он сделал беспрецедентные вещи. На самом деле то, что мы наблюдаем политику со стороны Центрального банка в настоящий момент, несмотря на то, что у нас инфляция сейчас реально начинает замедляться, то есть пик был достигнут в ноябре 2023 года, постепенно инфляция замедляется, и эти значения находятся на уровне 7,5% официально. Ставка Центрального банка 16%, краткосрочные банковские депозиты составляют доходность 15-16%, доходность облигаций федерального займа составляет на уровне 13-14%, причем это на срок 5-10 лет. Корпоративные облигации обеспечивают доходность 17-18%, то есть мы имеем уникальную историю, связанную с тем, что инструменты денежного рынка, которые отличаются достаточно высоким уровнем надежности, высоким кредитным качеством заемщиков на рынке, регулярностью выплат, обеспечением денежным потоком, которые реально перекрывают инфляцию в два раза. Ребята, ну вот в настоящий момент это соизмеримо с тем, что когда инфляция в России была 4%, вы могли иметь банковские депозиты 10-летние с доходностью 8%. Прикольно, в два раза выше инфляции. Или давайте другой пример, обратный. Когда инфляция 15%, вам облигация предлагает доходность 30%. Как вам такое решение? Но вот сейчас, из большое количество неопределенностей, которые присутствуют, центральный банк вынужден держать процентную ставку на высоких значениях, чего он долго делать не будет. Потому что ставка в 16% реально для экономики губительна. И таким образом получается, что ставку будет снижать, и на финансовом рынке есть инструменты, которые позволяют на этом зарабатывать. Ребята, снижение процентной ставки с 16% до 8% обеспечивает доходность в районе 30-40% по облигациям. Помимо купона в районе 12-13%. Я настоятельно призываю разобраться с этим моментом. Это вы можете сделать у нас на мастер-классе по облигационному портфелю, который ведет мой партнер Вячеслав Болянов. Ссылка на данный мастер-класс находится в описании к данному видео. Проходите, смотрите, изучайте. Внедряйте и используйте это себе во благо. Еще раз, у нас сейчас в облигациях доходность в 2 раза выше цифр официальной инфляции. Как у нас принято в народе говорить, у нас есть официальная инфляция, у нас есть неофициальная инфляция. Еще раз, в облигациях сейчас, даже если сравнивать с цифрами неофициальной инфляции, можно получить сопоставимую доходность. Это большая редкость, когда вы можете прогнозируемый денежный поток получить. Кто-то в короткий промежуток времени, но все равно больше, чем на банковском депозите. То есть 15% получать не 3 месяца, например, а 2,5 года. Потому что банковские депозиты, опять-таки, через 2 года будут давать доходность в 2 раза меньше, когда ситуация стабилизируется. Нельзя однозначно говорить, что это прямо 100% сработает. Есть риск того, что и инфляция может разгоняться, и что-то произойдет такое в рамках геополитики. Никто этого отменить не может, да, и вот опять что-то может тоже появиться, чего сейчас не прогнозируют. И ставка Центрального банка тоже может быть повышена. Но мы видим эти прецеденты, что если это какие-то срочные резкие меры, они краткосрочно могут привести к тому, что в облигациях себя будет чувствовать не совсем комфортно. Но ставка выше 17% на всем историческом промежутке времени в России не держалась более одного квартала. Поэтому это, скорее всего, будет временная мера. Денежный поток ваш никто никуда не заберет. Если Центральный банк повысит процентную ставку, значит, облигации упадут в цене. А вы получаете денежный поток от облигаций, и у вас будет за что с купонов с этих облигаций вы сможете еще купить те же самые облигации. Классная история, ребят. Настоятельно советую разобраться. Разобраться один раз, а использовать навсегда в жизни. Сложного там ничего нет. В общей сложности где-то порядка 2-3 часов достаточно для того, чтобы в этом разобраться. Если была тройка по математике 5-6 класса, в облигациях вы прекрасно разберетесь. Еще раз ссылка в описании внизу. Проходите и учитесь.